Для чего нам Google календарь на курсе? Google календарь или любой другой календарь поможет вам распланировать вашу работу. Отметить на календаре какие-то ключевые мероприятия, дедлайны по сдаче домашек и просто распланировать свою работу, понять, в какой день, в какое время вы сможете работать, выполнять домашние задания, обучаться. Итак, что мы можем сделать с календарем? Во-первых, его надо создать, и для этого вам необходим просто Google аккаунт. Если вы имеете такой аккаунт, то в правом верхнем углу, в десктопной версии, можно нажать на эту иконку, и вы увидите здесь все приложения Google, в том числе и Google календарь. Итак, календарь. Что удобно сделать? Во-первых, очень удобно создать свой календарь, возможно, даже отдельный календарь для курса. Для того, чтобы это сделать, вы нажимаете «Другие календари» вот слева, «Создать календарь» и набираете название курса. Описание не обязательно, ну и «Создать». Календарь создается. Очень удобно потом будет выключать какие-то ненужные календарь и включать исключительно ваш календарик. Если вы нажмете на три точки, то сможете задать даже цвет. Все, мы находимся в календаре, потому что можно рассматривать календарь, ваш угол календаря, включая вот разделы слева задачи, ну и в данном случае календарей. У нас есть календарь курс. Теперь мы вот смотрим на наш календарь. Мы можем, кстати, изучать его в формате неделя. Обратите внимание, в правом верхнем углу в формате день, в формате месяц, чтобы четко видеть, когда у нас, например, дедлайны или сколько дней осталось до финального испытания. В формате год, в формате расписание, в формате четыре дня. Ну, я рекомендую вам пользоваться форматом недели, чтобы иметь такую картинку сверху. Можно настроить начало недели не с воскресенья, а с понедельника. Здесь есть настройки, которые помогут вам и распечатать календарь, и цвет изменить, и настройки провести, и так далее. Итак, допустим, у нас есть время в понедельник для обучения. Хотя понедельник день тяжелый, давайте выберем все-таки вторник. Вы выбираете тот день, который вам удобен. Вы точно знаете, что с утра у вас есть час для того, чтобы пройти обучение. Поэтому вы можете написать, кликаете на окошко, которое необходимо. Вот, допустим, сюда. Обучение на курсе. И теперь надо выбрать, это мероприятие или задача. Я рекомендую выбрать мероприятие. Четко смотрим, что это вторник, 6 февраля, 5.30, рановато. Но, допустим, выбираем мы 9 утра. Вот AM, PM и тот формат времени, который вы хотите, можно также установить в настройках. Это задача на целый день? Нет. Это задача только с 9 до 10. Повторять. Ну, мы решили, что, например, во вторник у нас еженедельно будет время на выполнение, например, домашних заданий или на обучение. Нажимаем еженедельно, вторник. Больше никаких материалов нет. В описании я рекомендую поместить ссылочку на ваш курс на платформе, чтобы долго его не искать. Также здесь можно прописать задачи. Вот видите, пункт 1, пункт 2, пункт 3. Собственно, если в этот день надо какие-то задачи решить, можно их тут же прописать и вообще какие-то комментарии оставить. Ну, например, там, не знаю, логин и пароли. Сохранить. Теперь мы видим, что в 9 часов, кстати, уведомление можно тоже включить, в 9 часов по вторникам у нас обучение на курсе. Давайте посмотрим теперь это в формате месяца. Видите, каждый вторник у нас обучение на курсе. Также мы знаем, что, ну, допустим, каждую пятницу нам необходимо сдать домашнее задание. Нажимаем на ближайшую пятницу и здесь мы, наверное, выберем, напишем сдать домашку и выберем, наверное, даже не весь день, ну, может быть, даже и весь день, окей. Время нам не нужно, потому что это задача, которую можно выполнить в любой день. Кстати, видите, что сейчас календарик изменился, и мы возвращаем это событие исключительно в календарик курс. Можно какие-то комментарии здесь оставить. Сохранить. Вот мы видим теперь, что весь день мы будем сдавать домашку, то есть у нас висит задача на целый день. А, допустим, я хочу изменить это событие и сделать так, чтобы каждую пятницу у меня была задача сдать домашку. Нажимаю, нажимаю «Редактировать». То есть если вы берете весь день, то, соответственно, у вас здесь будет какое-то другое время. У нас весь день. Да, можно редактировать. Редактировать и, допустим, сведения мероприятий, везде не повторять. Ну, допустим, мы хотим повторить это же еженедельно по пятницам. Сохранить. И так мы видим, четко, планируя наше время и нашу неделю, наш месяц, что по вторнику в 9 утра мы обучаемся с 9 до 10. А в пятницу у нас контрольная такая, контрольный этап, потому что мы сдаем домашку. Мы знаем, например, что курс завершается, допустим, 28 марта. Здесь можно кликнуть. Давайте выберем формат недели. Посмотрим. Допустим, 28 марта, четверг, мы заканчиваем курс. У нас там, допустим, дедлайн. Кликаем. Дедлайн по курсу. Опять же, если есть какое-то время, то вы тут время здесь отмечаете. Если это весь день, то весь день. Повторять не надо, потому что это происходит один раз. Можно какие-то комментарии, ссылки, какие-то идеи, которые возникают, какие-то рекомендации от наставников, которые есть на курсе, по подготовке к дедлайну, может быть, какие-то ссылочки. Но мы сейчас видим, что, видите, календарь у нас изменился. Мы хотим все-таки вернуться в календарь курса. Это не обязательно делать, но очень удобно, когда под каждую задачу есть свой календарь. Но не под каждую задачу, а под каждый проект, скорее. Задачи это слишком мало. А вот под каждый проект нажимаем курс. Он у нас имеет красный цвет. Сохранить. Давайте посмотрим на созданный нами календарь. Месяц. Мы видим, что в феврале и в марте у нас обучение по вторникам. И в пятницу мы сдаем домашнее задание. Мы видим, что 28-го числа у нас дедлайн. Единственное, что начиная с 5-го числа домашек уже не будет. Поэтому нам надо удалить это мероприятие. Нажимаем на домашку. Редактировать. Редактировать. Так. И сейчас мы с вами будем удалять это событие дальше. Итак, дополнительные действия. Удалить. Но важно, друзья, удалить не только это мероприятие и не все мероприятия, а это и последующие. Чтобы дальше мы уже не видели их. То есть после завершения курса этого не будет. Окей. Удалили. Видите? Дальше у нас вот исчезли эти события. Пожалуйста. Мы распланировали свой день. И теперь мы можем посмотреть в нашем телефоне в приложении. Можно скачать именно календарик о приложении. Мы видим, когда мы заняты. Вот мы сейчас с вами поработали с календарем и поработали по курсу с календарем. Сейчас мы переходим в правый верхний угол и мы видим блок задачи. Тоже очень такая интересная штука. Можно добавлять задачи, не только вот какие-то события, мероприятия. Можно добавить задачу здесь, в правом верхнем углу, а можно просто кликнуть на, допустим, какой-то день. Например, вот вы обучаетесь во вторник, у вас обучение с 9 до 10, а в среду обязательно написать куратору и задать какие-то вопросы. Нажимаем «Среда». Так, минутку. Не два раза нажимаем, а один раз. Если два раза, то у нас сразу будет мероприятие, а если один раз, то можно выбрать задачу. Вот у нас нет никакого мероприятия, но есть четко задачи в среду, которые мы могли бы выполнить по курсу. Нажимаем «Написать куратору». Кликаем на задачу. И также вы можете добавить сюда какое-то описание задачи. Можно добавить время. Сохранить. Дальше. В этот же день у вас задача, допустим, проверить какие-то материалы, которые вы скачали, по курсу дополнительные, сделано ли это. Нажимаем один раз на этот день. Допы в базу. Вот вы хотите добавить дополнительные материалы в базу. Опять задача. Какое-то описание. Можно или ссылочку дать. Сохранить. И так далее. То есть, если мероприятия у вас вот висят они, и это такие события серьезные, которые глобальные, которые отражены в календаре, то задачи вы по мере необходимости будете удалять. Например, мы написали куратору в среду. Кликаем на эту задачу. Мы, кстати, можем кликнуть на блок «Мои задачи» и посмотреть все задачи. «Задача выполнена». Нажимаем. Задача выполнена. Мы это видим. То есть, она не исчезла, но мы видим в конце дня, что мы успели сделать. Например, мы добавили дополнительные материалы в базу. Кликаем. Задача выполнена. Все. Мы ничего не забываем, мы ничего не помним, не держим в голове. Мы в этом отношении совершенно спокойно, потому что все у нас отражено в нашем календаре. Мы организовали свое время, мы нашли необходимые такие слоты временные для обучения. Возможно, даже, знаете, сделать слот для обучения, для просмотра материалов и слот для домашних заданий. Мы четко знаем, что мы домашку должны выполнить каждую пятницу и сделали это таким ярким красным цветом. Друзья, я надеюсь, что Google Календарь поможет вам в организации вашего времени, в планировании и, конечно же, в успешном прохождении курса. Успехов вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...